В связи с возросшими рисками возникновения новых зараженных вирусом COVID-19, некоторые вузы России пошли на крайние меры. Так, 17 марта представители Московского государственного института международных отношений выступили с заявлением, в котором говорится о рекомендации разъехаться по домам иностранным и иногородним студентам, проживающих в столичных общежитиях. Такие меры приняты для того, чтобы как можно сильнее уменьшить риск возникновения заразы. В ближайшие 2-3 дня проходили все общежития, вели работу со студентами, отвечали на вопросы как раз, что касается образовательного процесса, что касается проживания в первую очередь в общежитиях. И поэтому паники среди иногородних студентов общежитий в принципе не должно быть. Новость об этом дошла и до Казани. Студенты, проживающие в деревне Универсиадес, похватились не на шутку. Некоторые даже подумали, что казанским студентам, приехавшим из других стран и регионов, проживающим в ДУ, тоже придется разъехаться по домам. Я еще вчера домой приехал, поэтому меня эта проблема не коснется. Но я могу сказать, что отношусь к расселению из общак отрицательно, так как далеко не все могут позволить себе вернуться домой во время карантина. Я знаю только, что никого выгонять не собираются, и руководство деревни Универсиады попросило по возможности уехать по своим домам. Чем больше уедет, тем будет лучше. При вирусе главное находиться не в массовом скоплении людей. У кого нет такой возможности, те, конечно, остаются, и выгонять, конечно же, не будут. Как у Академии спорта, я не знаю, у студентов КФУ так. Я в курсе, что студентов Академии спорта выселяют из деревни Универсиады, но студентов КФУ заведомо повестили о том, что никто нас не выселит. Все мы продолжаем жить ДУ. А если появляются какие-то новости о том, что нас выселят, так это всего лишь слухи. Люди в наше время свойственно придумываются разносить новость независимо от степени ее правдивости. Но если нас попрос покинут ДУ и уехать домой, то думаю, что многие студенты это воспримут как необходимые меры для того, чтобы обезопасить нас самих же. Поэтому мы продолжаем спокойно жить в деревне Универсиады. Однако речь идет о студентах Поволжской Академии спорта, также проживающих в деревне Универсиады. По словам представителей Академии, студентам рекомендуется разъехаться по домам, но только тем, у которых есть такая возможность. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и до особого распоряжения контактное обучение в Поволжской Академии физической культуры, спорта и туризма прекращается. Студенты будут осваивать профессиональные образовательные программы онлайн с использованием ресурсов электронной информационной образовательной среды, внедренной в УЗИ. Очень много студентов наших являются спортсменами действующими и достаточно большое количество времени проводят вне стен ВУЗа, на сборах в составах сборных России и других стран. Есть категории определенных студентов, которые не могут этого сделать, поэтому им предоставляется возможность оставаться в деревне Универсиады. Дело касается студентов-иностранцев, потому что не все из них могут по каким-либо причинам, обстоятельствам сейчас покинуть Казань, деревню Универсиады. Это касается студентов-сирот тоже. У студентов Казанского федерального университета, проживающего в деревне Универсиады, ситуация более позитивная. Несмотря на переход университета на удаленное обучение, жить иногородним студентам в общежитии никто не запрещает. День иногородних студентов Казанского федерального университета не выселяют из общежития Казанского федерального университета, и данное решение не обсуждалось. В ближайшее время таких, соответственно, решений принято не будет, потому что образовательный процесс в университете продолжается, в информационно-образовательной среде, то есть также продолжаются лекции, занятия, поэтому студенты наши учатся. К слову, подобные меры больше актуальны для Москвы, нежели для Казани, так как столица насчитывает более 15 миллионов человек. Иногородних студентов в столице проживает в разы больше, чем в деревне универсиады, поэтому и риск распространения инфекции намного больше. Лев Диденко, Ленардо Валитьяров, Универ Ньюс.